Исходная точка остановка ДКЖД на стороне гипермаркета. Трое людей в колясках. Ирина Лаврушина в активке. Это коляска активного типа. Артем в электричке. Так сами спинальники и шейники называют коляску с электрическим двигателем. Она у большинства. Сейчас. А теперь вообще-то вам нужно пересесть на сиденье? Нет, мне не нужно. Не нужно? Нет. А вы мне должны как-то закрепить. Закрепить. Ну вообще там нужно пересаживаться? Нет. У меня инструктор не имеет. Нет, нет, нет. Я не должна пересаживать. Нет, я должен пересаживать. У вас в техническом затеянии написано, что у вас есть место для гимнолинной коляски. Я не должна болтаться. Я же могу во время... У меня другого. Я во время езды, я боюсь так ехать. Как лучше еще? Я так не поеду. Коляска должна быть... В сложенном виде. А я должна. А вы должны сидеть на соседнем сиденье. И только в этом случае? Могу вас перевозить. А в таком случае вы меня не можете. По-настоящему адаптировать машину для пассажирской перевозки – дело не дешевое. Нужен лифт или откидной пандус. Убрать несколько сидений, чтобы гарантировать место в салоне и возможность пристегнуться. Но это же потеря денег. Поэтому идут на мухлеж. На данный момент нет ни одного маршрута, приспособленного для иного колясочника. Мы можем в любой момент поспорить с этим. С любым хозяином маршрута, владельцем маршрута, мы можем проехать по маршруту и посмотреть, приспособленным или нет. На данный момент я считаю, что нет. Беда в том, говорят ребята, что доступная среда стала разменной монетой. Примазаться к ней и получить баллы можно просто, поставив галочку в нужной графе. Обозначить себя рядом, надеть маску помощника, а взамен пользоваться бонусами. Где этот чертов инвалид? Не шуми! Я инвалид! Так высмеивали 53 года назад, а сейчас горечь. Ряженые продолжают играть. Прячутся под личиной, мол, мы облегчаем инвалидам передвижение. А по сути, выгадываем для себя стабильный денежный контракт на перевозке по маршруту. И кто-то же дал этому перевозчику справку, что он может перевозить инвалидов. Торги были объявлены в июле 2017 года. На кону право перевозить людей по маршруту 31Д. Из радицы Крыловки на Ковшовку и обратно. Муниципальный заказ, 8 потенциальных участников, 8 заявок. И есть анкета, критерии, по которым определится лучший перевозчик. А нам нужен именно лучший. В зачет идет класс машин, опыт работы, количество ДТП, возраст машин. А еще оборудование транспортного средства устройствами для перевозки лиц с ограниченными возможностями передвижения. Это сразу дает плюс 5 баллов. И вот почти у всех одинаково, а один, Денис Павликов, набирает максимум 35 баллов. То есть все его 26 машин оборудованы устройствами для перевозки колясочников. На деле же это аппарели, лыжи, недорогие помощи. Но по факту это не оборудование для перевозки людей с ограниченными возможностями. Это издевательство над ними. И есть мнение, что мошенничество с документами. Очень хорошо, что в нашем городе появилось такое большое количество осенних автобусов, по-моему, около 80. Но, к сожалению, маршрутки у нас не приспособлены для того, чтобы передвигаться инвалидом колясочника. Либо подъемник, либо пандус, чтобы широкий, чтобы заехать беспроблемно. И, само собой, в автобусе должна быть площадка, чтобы где-то разместить эту коляску. Не знаю, насчет маршруток не слышал. Общественный транспорт ездит, слышал от некоторых. И соц. такси, и все. Маршрутки не слышал ни от кого, чтобы кто-то ездил. Продолжаем эксперимент. Три маршрутки 31Д пытались всунуть колясочников. То есть выполнить тот пункт контракта, за счет которого и выиграли. Но потом апофеоз. Вместо интервала в 5 минут, 27 минут ни одной маршрутки. Экспериментаторы предполагают, созвон водителей, предупредили друг друга и решили, лучше вообще не ехать. Ждал маршрутку. В течение получаса ни одна не приехала. Первое, что было, там просто не было приспособления. Даже не смог внутрь заехать. Там рампа есть, но она слишком узкая для коляски. То есть возможности заехать никакой. Две с половиной тысячи колясочников Брянска зависят от опеки, от социального такси, от вежливости и участия. Но беда в том, что по факту ущемленным и ограниченным является тот, кто назвал себя опорой и помощником. И тут уж прав Гайдай. Не шуми, я инвалид. Мария Сергеенко, Сергей Любецкий, События Брянск.